Колпинцы оказались в авангарде. Первыми в Санкт-Петербурге отчитались об итогах призыва, за что отдел военного комиссариата получил поощрение от городского начальства и администрации района. Выполнил как численно, так и качественно. То есть направил вооруженные силы 100% призывников, имеющих специальность, водителей категории БЦ, направил 100% граждан с высшим образованием. Традиционно юноши стремятся попасть в приоритетные для страны подразделения специального назначения и воздушно-десантные войска. Но планка отбора в эти части весьма высока, и здоровье призывников остается главной проблемой для комиссии. Главное, чтобы здоровье позволяло ему проходить службу в рядах урона, физически ему всего научат в армии. По мнению начальника отдела военного комиссариата Колпинского и Пушкинского районов Дмитрия Петрова, работать стало намного легче. Все больше юношей искренне хотят выполнить воинский долг. Наверное, это связано с тем, что, во-первых, перешли на годичный срок службы и более позитивно стали освещать все мероприятия, связанные с призывом, в том числе в средствах массовой информации. Это, в общем-то, две основные причины. Еще один плюс – постоянное сотрудничество с властью. В районе возрождаются заботые традиции. Торжественные проводы в армию, дни призывника, встречи с ветеранами и участниками боевых действий в горячих точках. По словам Дмитрия Петрова, молодые люди начинают понимать, что служить Родине – дело для настоящих мужчин. Екатерина Бнатова, Андрей Поляков. Новости Колпинского района.